всем приветики с вами Елена Вивас из Аргентины и мое путешествие по Патагонии продолжается несмотря на то что сзади меня вы видите целый ряд березок а все потому что в Патагонии есть абсолютно все и сегодня я приехала в очень красивое местечко которое называется Villa La Angustura и идемте прогуляемся по этому очень красивому городку потому что то что я уже видела из окон автобуса мне очень понравилось сюда кстати да я приехала на обычном автобусе из Барилочи это у меня заняло примерно полтора часа когда я собиралась в поездку по Патагонии сын мне сказал мама обязательно посети Villa La Angustura ну я мама послушная поэтому сынок лови это видео для тебя я тебе очень благодарна за эту наводку потому что как только автобус въехал в этот городок я поняла что оказалось в настоящей сказке о добрых волшебницах как это и положено городку который живет туризмом от вокзала здесь во все стороны расходятся торговые улочки с сувениркой в альпийско-андийском стиле да да вы не ослышались такое смешение культуры центральной Европы и центральной Аргентины а все потому что первыми эмигрантами которые начали строить этот городок в начале 20 века были немцы и швейцарцы но не только товары в магазинах напоминают нам о Швейцарии влияние альп в центре Аргентины здесь чувствуется повсюду практически все дома построены из камня и дерева альпийский деревенский шарм завезенный сюда эмигрантами из Германии и Швейцарии охраняется и регулируется государством здесь нельзя строить высотки поэтому дома обычно не превышают 2-3 этажа расположены в северной части национального парка на уэль уапе окруженные озерами лесами горами город вилла лангастура считается одним из самых красивых городов анской патагонии за что получил имя хардин патагония то есть говоря по-русски сад патагонии поэтому наберитесь терпения и в моем видео будет очень много цветов и деревьев но вы же знаете что это очень люблю кубанскую дачную душу из меня каленым железом не выжечь узнали это цветет дерево ароянис местный эндемик о нем мы уже говорили в прошлых видео и в этом видео национальный парк с этими деревьями мы посетим немножко позже а сейчас я должна подыскать себе место для завтрака чем позавтракать вилла лангастура конечно же горячим шоколадом и каким-нибудь сладостями вот подобрала себе местечко ухера куку шульц горячий шоколад и вафли с малиновым вареньем как раз то что надо в такое прохладное осеннее утро подкрепившись у хера куку я решила пешком отправиться сначала в порт пуэрто ангастура тем самым сделав большую ошибку надо было брать такси нет ну а чего подумала я что такое 5 километров для лены я же люблю гулять а гулять по большому счету мне пришлось потом после этих 5 километров и причем гулять в гору куда я взбиралась временами чуть ли не на четвереньках чтобы снять для вас самые потрясающие виды ваннской части патагонии но это будет в самом конце видео а пока наслаждайтесь дорогой и вот этот вот прекрасной березкой сердце ант а это огромнейшая араукария на территории полицейского участка который расположен здесь же рядом вот он спрятался за розами обычный деревенский домик с курочками во дворе все такое родное привычное с первых шагов вообще по патагоне я чувствовала в каждой части себя как дома вот посмотрите какая красивая в осеннем наряде калина или рябина это я кстати не всегда в них разбираюсь а может просто забыла напишите в комментариях кто лучше меня в курсе что это калина или рябина потому что ее огромное количество как в вилла лангастура так и в барелочи встречала видите вот они ягодки у нее какие наверное это калина или рябина и тут же рядом араукария какое-то невероятное волшебное дерево из прошлых времен посмотрите какой у нее ствол вы кстати у меня как-то в комментариях спрашивали как выглядит ствол у араукарию вот так он и выглядит люпины это эндемик патагонии удалось встретить хотя бы один экземпляр а эта дорожка ведет к смотровой площадке за птичками давайте их посмотрим и послушаем вдоль дороги очень много отельных комплексов это в принципе не удивительно поскольку туризм это основная часть доходов в городке вилла лангастура здесь нет промышленности поскольку он находится на территории национального парка и здесь девственная природа ну чуточек украшенная руками человека расположенная на холме немного спрятавшись за вековыми деревьями часовня успения пресвятой богородицы является гордостью жителей вилла лангастура так как находится самой старой части этого города в башне некогда располагалась колокольня а боковые окна украшали витражи с религиозными мотивами часовня была построена в 1936 году в рамках плана национальных парков по проекту архитектора александра бустия вдохновленного архитектурой северной европы кстати именно этот архитектор в 30-е годы прошлого века и задавал моду в строительстве виллы лангастура интерьер с белыми стенами и простыми деревянными скамейками это влияние школы куска которые более 200 лет но какой шарм во всей этой простоте как только я добралась до озера сразу путь мне перегородил территория отеля под названием три мушкетера на территории отеля видите есть бассейн а насквозь отель просвечивается через окна и видно озеро все таки дорогу к озеру я быстренько нашла и какая же все таки это красота но сразу вам скажу это только начало потому что мне нужно будет еще забраться вот на эту гору с вершины которой и открываются потрясающие пейзажи а сейчас давайте пока просто молча полюбуемся всей этой невероятной красотой патагонии так Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Национальный парк Лос-Араянос – это то, ради чего приезжает в городок Вилла Лангастура. Это один из немногих натуральных лесов миртового дерева, сохранившихся в первозданном виде на нашей планете Земля Посмотрите, какой красивый ствол у этого дерева яркого цвета корицы И я попала в уникальный момент, когда это дерево еще цветет вот такими вот мелкими, красивыми, пушистыми белыми цветочками А это боярышник, всем нам привычный красный боярышник, такой же, как в средней полосе России Его я тоже попробовала Самое главное, ради чего приезжают туристы в национальный парк Лос-Араянос Это его смотровые площадки, с которых открываются фантастические виды Еще немножко терпения, и вот по вот этой узкой тропинке я вскарабкиваюсь наверх хребта Чтобы увидеть самое красивое, что можно увидеть в Патагонии Дятел за работой Добраться до этого леса можно разными путями На лодках из Барелочи или Виллы Лангастура Но я легких путей никогда не искала Поэтому я пешком и в гору Весь пешеходный маршрут составляет 12 километров Национальный парк Лос-Араянос Это уникальный ландшафт в мире Который дал Патагонии Такую же международную известность Как водопады Игуасу Или ледник Перита-Марена Это без сомнения одно из самых красивых мест в Аргентине И естественно в Патагонии Субтитры делал DimaTorzok 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 Два часа карабканья в гору Иногда даже на четвереньках И я достигла одной из главных целей своего путешествия Смотровые площадки в деревне Ла Ангастура Это что-то просто невероятное У меня эмоции просто зашкаливают Они брызжут во все стороны фонтаном из меня Я не знаю, как всю эту красоту вообще можно пережить Я понимаю, что на видео оно может не впечатлять, потому что я, как вы знаете, снимаю все свои видео на обычный телефон И я даже не уверена, что профессиональная камера может передать всю эту красоту, которую здесь вы можете увидеть Это то, что обязательно надо посетить Это невероятно красиво Звенящая тишина Да, немножко нужно приложить физических усилий, чтобы сюда забраться Это территория национального парка С очень узкими дорожками Не оборудованными Просто как люди их натоптали В качестве ступенек иногда служат корни деревьев Но это все достижимо Если я смогла взобраться в моем возрасте Вы тем более сюда заберетесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Когда я спустилась с горы Сил гулять пешком у меня уже естественно не было Но я должна посмотреть еще много Поэтому я вызвала такси Мне попался очень болтливый молодой парень Который мне показал много интересных мест В том числе и места Где согласно городским легендам После Второй мировой войны Свою жизнь заканчивал Гитлер Но, как известно Дыма без огня не бывает Хотите отдельное видео об этом? Могу рассказать Еще одно уникальное место мирового масштаба Это самая короткая в мире река Что засвидетельствована в книге рекордов Гиннесса Река Каринтоса имеет длину всего 130 метров И соединяет озера Каринтоса и Науэль-Уапи И в ней водится очень крупная форель Через реку есть два моста Пешеходный для туристов И автомобильный Часть легендарного национального маршрута Рута 40 Лаго Эспехо Или озеро Зеркало Это озеро ледникового Тектонического происхождения Практически уже на самой границе с Чили От этой смотровой площадки Уже стояли указатели до границы 30 с небольшим километров Это озеро является частью Знаменитого маршрута Семи озер Которая находится В этой части Аннской Патагонии Посмотрите Какая ровная поверхность Догадываетесь Почему у него такое название Зеркало И перед тем Как вернуться в барелочи У меня оставалось еще несколько минут Я заглянула на местную ярмарку мастеров Чем они здесь могли порадовать Вязаной одеждой Изделиями из дерева Ликеры Косметика Из масла Шиповника Которого здесь Огромнейшие заросли Что здесь Я еще увидела Много было Бижутерии А как же без нее Практически В любом городе мира На ярмарке мастеров Что можно увидеть Очень много Варенья Из лесных ягод Это нам привычные Малина Смородина И так далее Ну и Дорога домой Так же Лежала Вдоль Берега Озера На Уэль Уапе На этом мое Сегодняшнее видео Заканчивается А вы не забудьте Внизу Как всегда Оставить свои комментарии Поставить лайки Вам не трудно Мне приятно И так же Это продвигает Мой канал Что больше людей Могли увидеть Видео О прекрасной Аргентине Субтитры сделал DimaTorzok